Набирая обороты, самая гарачая пара выборчай кампании – агитация. Ужо совсем худко выборчакам придется выражать, кого я не жадаю бажать в Палате представников национального сходу. У Гомельской области подрыхтовка до выборов уйдет в ответственности с планом. Означил подчас гарачей линии на радио «Гомель плюс» старшиня Гомельской областной выборчай комиссии по выборах депутата оплаты представников национального сходу Миколай Стош. Головная задача – зарабить все, как свой голос за кандидатом мог отдать каждый. Особная увага – пытание безбарьер на гасяродье. Зараз с 1038 участков, каля 40%, не смогут пропоновать усе необходные умовы для тех, кому тяжко рухаться. Гэта обумовлена специфика и будинка, у яких размещаны участки. Для этой працы притягивать волонтеров, які будуть оказывать необходную допомогу. На всех участках будуть трафареты са шрифтом Брайля для тех, у кого есть проблемы со зроком. А дать свой голос за таго тіншого кандидата зможе кожны. Сирот кандидатов – 14 представниц слабого полу. Глазь тоже лечит, что в апошніх годы пригожайшая палова чалавецства почала проявлять больше активную громадянскую позицию. Даряча у основанным на депутатские креслы претендует людзі праця з дольного взросту. Толки 14 чалавек – пенсионеры и непрацовные. Что тащиться професійно і складаюча, то проставлено омалю все сферы дійності. Наибольшее число, значит, из числа выдвинутых представляют 11 человек промышленность, транспорт, строительство. 9 человек представляют образование, культуру, здравоохранение. 9 человек представляют государственные органы, значит, и другие люди различных профессий, сельскохозяйства. То есть практически представлены все отрасли народного хозяйства.